ну что дружище поздравляю ты поймал своих первых хариусов ты поймал их на те мушки которые я прислал тебе и в частности наука кэдис и вот ты спрашиваешь как вязать эту мушку поэтому я решил показать тебе это очень такая несложная мушка она как-то убедился плавучая и уловистая окей аркадис имитирует ручейника которых у вас в ваших краях достаточно много для вязания этой мушки я беру крючок тем к серии тем си 100 это крючок для сухих мушек размеры которые тебе понадобится это от 10 до 16 есть у вас там такие маленькие ручейники нам обязательно понадобится мех оленя или лося что у тебя будет так еще тебе понадобится петушиная перышко вот я использую вот такой вот это расцветка badger так еще тебе понадобится даринг но можно использовать дарин супер файн это такой специальный очень такой тонкий даринг для сухих мушек но если у тебя нет этого даринга ты великолепно можешь использовать любой даринг подшерсток от андатры от бобра от нутрии то есть от тех животных которые живут плавая в воде их даринг он мало впитывает в воду и помогает мушки держаться на плаву желательно брать даринг с невыделанной шкуры не обработанные всякими химикатами кислотами потому что в этом случае на невыделанной шкуре на законсервированный например соленым способом такой даринг он не теряет своих плавающих свойств так и еще тебе понадобится ну так как у тебя в твоих краях живет форель вот то неплохо было бы нашу мушку немножечко укрепить с расчетом на форель и зубы тонкой медной проволочкой если у тебя не найдется такой фирменной проволочки но возьми с какого-нибудь маленького трансформатора и тоже немаловажная вещь это выбор монтажной нити я использую нить цвета олив ну или примерно или можешь взять цвета кэмал коричневую нить цвет нити выбирается под цвет тела под цвет крыла примерно и я тебе рекомендую брать размер ну не меньше 60 почему потому что допустим 80 и более тонкую из разряда у нитрит и серию нитрит просто либо будет резать оленей волос либо она просто порвется при затягивании оленевого волоса прикрепление крыла начнем закрепляем монтажную нить на крючке и отрезаем лишнее плотными виточками наматываем нить до начала загиба крючка берем нашу тоненькую проволочку нам достаточно будет ну сантиметров семьи закрепляем на цветочка я всегда стараюсь располагать проволоку под цевьем крючка потому что проволока не всегда бывает тонкая и в любом случае чем ниже она расположена в сухой мушке тем меньше она влияет на нормальную ориентацию мушки при ловле так берем наша петушиная перышко и он за самый кончик так вот закрепляем его да вот любой перышко она имеет вогнутую сторону и выпуклую сторону значит здесь мы накладываем это перышко кончик на цевьё крючка таким образом чтобы вогнутая сторона была к нам для чего это нужно сейчас тебе объясню когда ты будешь наматывать потом это перышко на цевьё крючка на тело мушки нужно чтобы бородки бородки вот этого пера чтобы они располагались по направлению головки мушки в этом случае очень часто же мы ловим как с ними с этой мушкой мы учитываем способность ручейника бежать по воде и вперед направлены ножки они при перемещении мушки поперек струи они начинают не не складываются как бы упруго так работают и придают мушки мушки больше реалистичности я так по крайней мере думаю так и мы закрепили перо теперь я беру немножечко коричневого даринга суперфайн но повторю у тебя это может быть подшерсток изнутри легонечко прям наношу на монтажную нить не толстом и формирую такую достаточно равномерное тело немножечко до до колечка . я доводить не буду так теперь я беру переводить зажим и аккуратненько наматываю наш перо на тело ушки я слежу за тем чтобы перо не переворачивалась и чтобы ножки торчали в нужную сторону вот намотал вот таким образом я закрепляю здесь это перо видим что у нас ножки торчат немножечко вперед это хорошо так наматывая перо по часовой стрелке если смотреть со стороны колечка а вот проволочку я буду наматывать в противоположную сторону против чего часовой стрелки так чтобы каждый виток этой проволочки пересекал витки пера и когда я наматываю проволочку вот заметь я вот немножечко вот так вот ее пока чего для чего это делается это делается для того чтобы витки проволоки не зажимали бородки намотанного пера а проходили между ними намотал считаю достаточно и здесь я закрепляю двумя-тремя витками эту проволочку лишнее отрезаю теперь я беру оленей мех и такой инструмент как штука при работе с мехом очень полезный инструмент он позволяет выровнять кончики волосков вот отрезаю такой небольшой пучочек и удаляю из него подшерстка он нам здесь совершенно не нужен будет только мешаться и теперь постукивая ступку а стол я заставляю я думаю достаточно вот мы получили такой пучочек с достаточно ровными выровненными волосками теперь нужно правильно отмерить длину этого крыла как это сделать прикладываем крыло свою крючка и вот краешек этого крыла должен чуть-чуть заходить за загиб крючка а привязывать мы будем где-то миллиметра два от колечка поступив теперь нам нужно чтобы это крыло полностью располагалась сверху цвя крючка они и избежать распределение волосков вокруг этого цвя что я для этого делаю я первый виток делаю вокруг пучка волос он как бы фиксирует этот пучок волос вместе а вот следующий виток я уже делаю вокруг цевья крючка и сажаю вот этот вот пучок волос сверху первые три витка я делаю без сильного натяга и чего я сделаю это предохраняет волоски оленевого меха от перерезания а вот следующие витки я уже могу так более туго сделать вот таким образом у меня получилось крыло который сидит сверху вот оставшиеся вот эти вот лишние волоски я отрезаю но отрезаю не полностью под корень а оставив такой пенечек вот такой вот вот этот пенечек он будет нам имитировать такое крылышко ручейник она же идет треугольником а потом так вот немножечко на трапезу в головке в принципе все можно крепить сделать узел узловязан наш с тобой мушка связана остается только покрыть нить нить лаком я еще что делаю я еще покрыл лаком торцы волосков обрезанные торцы с тем чтобы лак как бы закрыл их и предотвратил попадание воды внутри волоса мне кажется это придает дополнительную плавучесть уберегает нашу мушку от преждевременного затопления вот тебя получился такой элхай аркадис имитация ручейника теперь ты можешь его вязать сам и ловить на него хариусов и форелий в твоих речках или везде куда ты поедешь на урал в тверскую область в кострому везде где есть реки замечательной нашей российской рыбой удачи тебе